Всем привет, с вами Голодный и в сегодняшней серии мы будем заканчивать с Латрией. И как мы можем видеть, здесь у нас появились мертвые тела. Не совсем понятно, откуда они взялись, откуда вообще эти люди и кто их убил. Если подняться выше, то мы увидим еще один труп. А здесь у нас притаился юрт. Похоже, именно он и убил этих двух бедолаг. И его работа заключается в убийстве всех, кто находится в Нексусе. Поэтому, чтобы это предотвратить... Нужно опередить юрта и убить его первым. И он упоминает Мефистофель. Ее мы еще не встречали, но именно она дает ему задание, чтобы он убивал жителей Нексуса. Он оставляет свой сет. Ко мне он, конечно же, не влазит, потому что очень тяжелый. Давайте немножко облегчимся. Кстати, в прошлой серии я поднял спиральную рапиру и не прочитал ее. Редкая рапира со спиральными бороздами на клинке. Такими рапирами вооружены каменные горгули и латрии. Очередное доказательство безумия старого монаха. Предназначенное для того, чтобы пролить как можно больше крови. И юрт нам оставил сумрачный сет. Очень тесные доспехи из черного железа, которые носил юрт. Безмолвный вождь. Они вытягивают тепло из владельца, заставляя его дрожать и выдыхать пар. Из-за веса восстановления стойкости замедляется. В описании шлема написано, что он украшен двумя причудливыми рогами. Давайте тоже его выложим. Тенденция персонажа, так же как и тенденция мира, очень важна, чтобы получить трофей. Дело в том, что при чистой белой тенденции увековеченный даст нам кольцо. А при чистой темной тенденции персонажа появится Мефистофель. Поэтому сначала попытаемся добиться чисто белой тенденции, а потом зачерним ее. Но для начала давайте самоуничтожимся. Я уже сходил, забрал свои души. И нам хватает пока что только на один уровень. Недостаточно трех тысяч душ. Ну давайте исправим этот недостаток. Возьмем еще две магии. Постепенно добьем ее до сорока. Кстати, обратите внимание на вот этот джезл Девы в черном. Ну и давайте вернемся в Латрию. И перед тем, как идти к боссу, я вернусь назад. Дело в том, что я забыл здесь один предмет. Обнаружить его достаточно сложно. Вот он. Это короткий меч луны. Это обычный короткий меч, заточенный по пути луны. И давайте теперь поднимемся на самый верх башни. Тронный зал монаха в желтых одеяниях. Тронный зал. Чс! Девушки отдыхают... Желтые одеяния решили оставить монаха, найдя нового, более сильного носителя. Сам босс не сложный, но вот путь к нему преграждают прачка не очень хороших противников. Это опять темные духи кальмаров, которые могут доставить немало хлопот. Но стратегия с ними практически такая же, как и до этого. Приманиваем на себя. Затем скрываемся. И когда он начинает идти обратно... Догоняем его и делаем бэкстэп. Дограду получаем свежие пряности. Здесь у нас еще один клиент. По идее, можно вообще его не убивать, а пробежать мимо него. И быстро пройти через туман к боссу. Такое тоже можно сделать. Вот слишком рано я нажал удар. Обменялись небезностями. Иногда они дают даже выдержанные пряности. В общем, фармить на них бутылочки вполне реально. И туман к боссу. Этот босс уникален. Если бы я играл в онлайне, то была бы большая вероятность, что здесь бы меня ждал PvP поединок. Дело в том, что когда кто-то хочет вторгнуться в чужой мир в латрии, то он как раз вторгается в виде темного фантома в этой локации. То есть, когда вы играете в онлайне, этот босс реально может стать очень жестким. И кто видел мои стримы, то можно было бы понять, что да, лучше этого босса проходить день в оффлайне. Давайте посмотрим, что у нас с кольцами. У нас стоит кольцо восстановления. Будет, наверное, более правильным, если я поставлю кольцо магической силы. И когда мы играем в оффлайне, за старого монаха играет искусственный интеллект. И, как вы можете видеть, убить его не составляет особого труда. Единственное, что нужно уклоняться от этих магических зарядов. Вот, в принципе, весь старый монах. Но для того, чтобы вам получить трофей, вам необходимо будет хотя бы раз вторгнуться и убить хозяина мира. Но учтите, как только вы вторгаетесь и убиваете хозяина чужого мира, вы понижаете тенденцию своего персонажа. Поэтому сначала выполняем квест с кольцом и увлековеченным, а потом уже черним свою карму. И вот эти стулья, скорее всего, это стулья, на которых раньше заседало знать. Скорее всего, вся знать уже либо мертва, либо сошла с ума в темницах. Картины также обезображены. Возможно, это были картины самой королевы и ее близких родственников. Золотая душа демона Тронный зал Йормедаров Кто такие Йормедары? Здесь совершенно не раскрывается. Возможно, это королевская семья либо какой-то клан, который правил Латрий. Обелиск демона, известного как Старый Монах. Утолив жажду мести, старик, порабощенный своим золотым одеянием, погрузился в безумие. Когда тело его иссохло, заключенная в нем душа демона полностью поглотила свой сосуд. В общем, история Латрии примерно такова. Раньше Латрия была богатым королевством и знать, которое ей правило, жила в достатке и распущенности. Но некому старику и знать этого стало мало, и он, скорее всего, пытался воплотить какие-то свои изощренные желания, за что был изгнан королевой из Латрии. Позже изгнанный старик где-то разжился демоническими золотыми одеяниями и заручился поддержкой демонов. Напал на Латрию, убил королеву, вместо нее поставил демонического двойника королевы и, используя демоническую силу, начал воплощать в жизнь свои извращенные идеи, экспериментируя над узниками, превращая их плоть в уродливых чудовищ. Впоследствии золотые одеяния полностью истощили его бренную оболочку и, найдя подходящего носителя, покинули его иссушенное бренное тело. Но мы тем временем полностью отбелили тенденцию в Латрии и теперь можем забрать ключ. Но для этого нам нужно сначала вернуться в Нексус и умереть. И после убийства очередного архидемона, как вы можете слышать, в Нексусе поменялась музыка. А у вековеченной разжился новым диалогом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И он немножко раскрывает, что есть душа. Субтитры создавал DimaTorzok Но попасть в этот пантеон можно только в онлайне. Он находится на самом верху. Но в оффлайне здесь решетка, пройти туда нельзя. А если вы играете в онлайне, то да, вы можете покрасоваться с самыми успешными игроками Demon's Souls. Но нам остается только пойти и умереть. И мы снова разжились на душе. Так, нам хватает на один уровень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И он с нами делится немножко информацией о Долине Скверны. Да, это последний мир, куда мы еще не ходили. Пятый мир, самый отвратительный. Там полегло много клириков. Как мы знаем, Патчес ненавидит клириков. Давайте на остатки закупимся травой. Оставим пару тысяч душ. Оставим пару тысяч душ. мостик, потому что он паец только при чисто белой тенденции. И вот, вуаля, он здесь. Дает нам доступ к крайне недоступному месту. Главное не сорваться. Перила здесь отсутствуют. И здесь на самом верху лежит мертвое тело рыцаря. С ключом от камер. Как раз этот ключ может освободить лорда Райдала. Одного из сыновей Аланта. Но нам здесь больше делать нечего. Возвращаемся в Нексус. И, чтобы убить двух зайцев. И собрать все предметы, а заодно и монету. Нужно опять расколоть мир. Хотя из-за того, что все теперь опять сикось-някось. Мне будет просто неудобно. Я могу запутаться в Латрии. И нам нужна тюрьма надежды. И первым делом нам нужно добраться до первого этажа. По дороге можно также забежать к торговке. Ничего нового она не говорит. Церковная богиня, это она имеет в виду лживого идола со внешностью королевы. А умирала она ненадолго, потому что, если бы я не убил того самого заключенного сверху, то он бы ее постоянно возрождал. У него очень дешевые пряности, поэтому можно закупиться у него выдержанными всего лишь по тысяче. И отправляемся дальше на первый этаж. И после того, как мы пробегаем этаж с комнатами надзирателей... Да, я вас немножко обманул. Нужно спуститься не на самый первый. Первый этаж у нас там внизу. Нам нужен на самом деле второй этаж. И вот вам небольшой лайфхак. Хоть у нас и есть ключ от этих камер, лучше их пока не открывать. Идем на крики райдола, хоть он в переиздании не так уж сильно и кричит. И открываем его камеру. И опять же, обратите внимание на его посох. И он нам дает второе кольцо крысы. У нас уже было кольцо умной крысы. Простое золотое кольцо с гравировкой в виде маленького зверька. Увеличивает защиту, когда здоровье опускается ниже 30%. Принадлежало лорду райдолу, известному как заблудший Алланд. У этого кольца есть пара кольцо умной крысы. И, кстати, да, именно это кольцо он носит. Это мы прочувствуем, когда будем биться с его темным духом. И, кстати, здесь, как вы помните, был завал. При чисто белой тенденции этот завал пропадает. И вы также можете обследовать эти камеры, где много чего лежит вкусного. Пока что это только души и камни. Но пройдем дальше, посмотрим. Тело ведьмы. На которой мы находим трехконечную шляпу. Согласно расхожему мнению, именно такие остроконечные шляпы полагается носить ведьмам. Как ни странно, эта шляпа действительно принадлежала колдунье. Ну, Юрия ходит именно в такой шляпе. Кстати, сет колдуньи мы уже находили еще в самом начале в Балетаре. Только шляпы вот нам как раз не хватало. Некоторые камеры просто пусты. А также мы находим сет старца. Это практичное одеяние, принадлежавшее мудрому Фреке-провидцу. Предназначено для долгих путешествий. Несмотря на потрепанность, в одеянии сразу узнается одежда святого. Возможно, прошлое Фреке скрывает еще много тайн. То есть описание этого сета намекает, что возможно в прошлом, до того, как Фреке стал могущественным магом, он был клириком. И вот теперь нам уже нужно идти на первый этаж. Как можно видеть, Райдл куда-то пропал. И после того, как мы открыли его камеру, становится доступно еще одно место. Находится оно на первом этаже. Блин, как же меня заносит-то, а, в отзеркальном мире. Так, не забываем, что здесь у нас шар из плоти. Поменяем нашу убийственную магию. Да, тенденция мира очень светлая, поэтому враги стали слабее, а мои атаки стали сильнее. Так, сюда нам уже не надо. Для начала возьмем монету. Эта монета находится в одной из одиночных камер. По-моему, по этой стороне, если мне не изменяет память. Так, не здесь. Оно находится где-то под одним из этих кресел для пыток. О, елки-палки. Все-таки отзеркальный мир реально ломает мой вестибулярный аппарат. Все находится не там, где должно быть. Так, я снова здесь. Собираем свои души. Да, вот та самая яма, в которой я провалился. И, похоже, что монета находится на той стороне. Нужно только обойти. Нам нужен стул. Да где же ты? Возможно, я что-то путаю. Так, стоп. У меня точно самая светлая тенденция. Вообще-то да. Это очень странно. Ну, на самом деле, одиночные камеры есть еще и на другом ярусе. Так, здесь у нас уже статуя. Точно не сюда. По-моему, здесь она должна быть. А, вот она. Блин, почему первый раз я ее упустил. В общем, как только вот убиваете шар, который находится здесь, или здесь, здесь, сразу поворачиваете направо, и первая камера. Там находится монета. А теперь нам нужно найти еще одну дверь, куда я не заходил, потому что туда было бессмысленно заходить, там было закрыто. Так, теперь нужно еще понять, с какой стороны эта дверь находится. Так, вот она. То есть, перед самым выходом к статую. Но, учитывая, что это отзеркаленный мир, по идее, она должна быть справа, сейчас она слева. И, раньше, будто эта дверь была закрыта, теперь мы можем ее открыть. Здесь тоже валяется много чего вкусного. Камень бесплодный глаз. Очень много камер. Некоторые из них закрыты. Ну, еще страшно. А ключ здесь совсем неподалеку. А там труп. Ну, мне нечем его сбивать. Разберем сначала с кальмаром. Еще один. Пряности сыпятся, как из рога изобилия. Мне кажется, у меня там скоро уже передоз будет этих пряностей. Разогнался. Да, похоже, открыты здесь только те, которых ни черта нет полезного. И вот та самая камера, где на самом деле погиб Райдл. Можете посмотреть. Хотя не особо он на себя здесь и похож. Но вот посох. Это именно его посох. Сломанный на две части. Здесь мы находим еще один ключ. Теперь мы можем уже, наконец, открыть все камеры на этом этаже. Пусть пусты. Нушонка и камень. Пока не особо что-то ценное. И вот хоть что-то. Сет разбойника. С парирующим кинжалом. Кинжал предназначен для парирования. Обычно эти кинжалы носят в левой руке. Это излюбленное оружие членов тайного общества, желающего обуздать силу душ. Женщины предпочитают такие кинжалы щитам. Да, это кинжалы Мефистофель, которые мы еще не видели. А также ее сет. Роскошный наряд из гладкой черной ткани, расшитой золотом. Такие носили участницы тайного общества, желающего обуздать силу душ. Об их делах почти ничего не известно. И у нас еще осталось несколько камер. Ну ладно, я оставлю вас в живых. Здесь, судя по всему, тоже ничего. Все. Можно сваливать в Нексус. И после того, как мы сделали все возможное при самой чистой тенденции в Латрии, теперь нам ее нужно затемнить. И для этого нам понадобится целых 7 камней бесплодных глаз. У нас всего их 4. Но у меня на складе их еще запаслось 19 штук. Возьмем 7. Дальше идем в Верхнюю Латрию. И теперь мне в 7 раз нужно убиться. Ставим камни бесплодных глаз. Можно, конечно, сэкономить 3 камня, убив дворянку, которая продает. Но тем самым мы затемним тенденцию персонажа, чего бы нам очень не хотелось. Поэтому... Поехали. Ну вот, я умер 7 раз. При этом забыл поднимать свои души. Потерял 5000. Ну, да ладно. После этого нам нужно сходить в Нексус, чтобы взять другую магию. Сейчас нам предстоит жесткий бой. Возьмем лучи душ и отражение. Ну и, как говорится, с Богом. И теперь нам нужно опять вернуться в Тюрьму Надежды, в то самое место, где мы спасли Райдала. И можно перед тем, как идти к Райдалу, заглянуть в комнату к надзирателям, чтобы пройти и... Дело в том, что там дальше лежит еще одна керамическая монета. Но уже в чисто темной тенденции она появляется. И так как мы зачернили тенденцию, играть сейчас стало сложнее. Урон противников увеличился. Оу! Вот о чем я и говорил. Что, попробуем еще разок. Можно попробовать бить его магией. Другой подставился. Да! Да, блин, неудобно, что меч в левой руке. Мы забрали свои души и... Так, нам нужно спуститься вниз. Там еще стоит один кальмар. Мертвые крысы. Ну, в принципе... Нам этот кальмар не помеха, потому что монета лежит здесь. Ну, теперь можно отсюда линять. Теперь нам нужно вернуться обратно. В то место, где мы спасли Райдала. Где нас ожидает очень сложный бой. И, в принципе, если вас не будет получаться его убить, то ничего страшного. Можно прийти и убить его позже. Сначала вырубим кальмара. Так, чтобы не тратить хорошие пряности. Давайте еще поставим обычные. Как можно видеть, вон он Райдал. И он такой же мощный, как и Сацуки. Самой, наверное, безопасной тактикой будет бегать от него по коридорам и отстреливаться лучами магии. Поэтому я и говорил вам не открывайте клетки, потому что заключенные в этих клетках вам здесь могут изрядно помешать. И, причем, он бежит за нами, по-моему, до самого конца. Ну и вот, как вы могли видеть, убивает у меня практически с первого удара. Я, пожалуй, пока есть возможность вернусь в Нексус и выйду из расколотого мира, потому что играть в обычном мире мне намного привычнее. Попробуем еще кастануть щит, хотя, по-моему, не особо он мне помогает. Да не крутись ты! Надо поближе его подпускать, чтобы он не успевал откатиться. Да, и самая проблема то, что когда у него останется меньше 30% жизни, у него в два раза увеличится защита, так как на нем надето кольцо крысы. Да запарил. Да ты че такой ловкий-то, а? При этом у него еще и, по-моему, дамаг увеличивается, потому что на нем еще и кольцо умная крыса где-то. Фух, ну все, ладно. Есть, конечно, еще и другие варианты его убить. Это использовать ядовитый туман, либо парировать его. Парировать его, конечно, можно, но каждая ошибка вам будет стоить практически жизни. А ядовитого тумана у меня пока что нет, потому что я еще не ходил в долину Скверны. Итак, ради чего мы все это делали? Ради сияющего посоха, который раскрывает некий достаточно интересный лор. Длинный жезл, инкрустированный синими самоцветами, которые излучают бледный свет. На этот легкий, не имеющий клинка жезл наложено заклинание, которое постепенно восстанавливает ману владельца. Одно из самых известных сказаний о подвигах лорда Райдала, свершенных им за пределами Балетарии, повествуют о том, как он похитил это оружие у небесной ведьмы. А вот теперь внимание. Что за небесная ведьма? Возможно, кто-то уже догадался, что небесная ведьма это есть никто иная, как Дева в черном. То есть, Дева в черном была когда-то ведьмой. Я сам говорил в самых первых сериях, то есть, за что с ней так обошлись, за что ей залили глаза воском и их сделали хранительницей Нексуса. И как мы знаем, пробуждение старейшего было вызвано бесконтрольным пользованием магии. А кто у нас обладает самой сильной магией? Правильно, ведьмы. Ведь, как говорил Фреки, возможно, это связано именно с тем, что они женщины. И из этого можно сделать вывод, что Дева в черном была как-то связана с пробуждением старейшего. А возможно, была и причиной его пробуждения. И именно этот Жезл украл у нее Райдл, когда вместе с королем Алантом посещал Нексус. Но почему же ее называют небесной ведьмой? Дело в том, что Нексус находится высоко в небе. Это мы видели из заставки и также мы это увидим в конце игры. И у нас еще осталось одно незаконченное дело. И, кстати, убив еще темного духа Райдла, мы повысили свою тенденцию персонажа на единицу. Опять возвращаемся в Латрию. Теперь уже верхнюю Латрию. И да, ребят, я опять допустил ошибку. Дело в том, что убив темного духа, я опять повысил тенденцию Латрии на то есть теперь мне чтобы опять ее снизить до чисто черной мне опять нужно потратить три гребаных камня. Не допускайте моих ошибок. Камни, конечно, здесь с запасом, но если вот так вот их транжирить, то может и не хватить. То есть темного духа Райдла нужно было убивать в последнюю очередь. Слава богу, вот раз я души не забыл забрать. И теперь нам нужно спуститься в болото плоти и крови. Как я уже говорил, там нас ждет очень полезное кольцо. Никакого шортката тут нет, поэтому придется бежать достаточно далеко. Итак, мы добрались до этого отвратительного места. Не забывайте, что противники здесь стали не только сильнее, но жирнее. Убить их становится проблематичней. и здесь также находится первородный демон. И лучше не рисковать и сначала забрать кольцо, а потом уже его убивать. так, только осталось найти кольцо. Вот он, богом забыт он месте. так, вот он этот шар. Значит, кольцо где-то должно быть здесь по длинности. Оу, так, понеслась жара. Я совсем забыл поставить огненный шторм. Ну ладно, убивать нам совсем не обязательно кольцо сырости. Мы взяли то, что нам нужно. Напоследок еще убьем первородного демона. И можно возвращаться в Нексус. Причется навернуть еще один кружок. привет. Бесцветные души демонов нам еще пригодятся. Ну что ж, ребят, на этом все. Это было, конечно, муторно, но зато я вроде вам все показал, что можно выжить из Латрии. Ну я с вами прощаюсь, до скорой встречи и пока-пока. Субтитры